Привет! Сегодня я решила с вами поделиться готовым планом первого занятия для детей с нуля. То есть дети, которым 5, 6, 7, да и даже иногда и 8 с некоторыми модернизациями лет, которые никогда не учили английский дуэт. То есть совсем с нуля и как с ними проводить самое-самое первое занятие. У меня уже было видео, как провести первый урок. Это самое популярное видео на моем канале. Но меня спрашивали еще чуть более конкретно, и меня спрашивали именно по детям. Я решила, почему бы нет, и там я давала какие-то основные моменты, которые неплохо бы, наверное, учитывать. А сейчас я решила вот все прям подготовить уже для вас, чтобы вам не нужно было ничего делать. Это будет готовый абсолютно план, и я очень надеюсь, что для кого-то это будет полезно, особенно для молодых преподавателей, которые только-только начинают и не знают вообще адекватный первый урок, как он должен проходить. И вот я вам предлагаю свой вариант. Я этот вариант первого урока примерно, опять же, с некоторыми модернизациями проводила уже несколько раз. В разных группах, с разными детьми, в разные годы своего преподавания. И он всегда заходил нормально, поэтому я могу сказать, что это план проверенный время. Почему мне он нравится? Потому что к нему не нужно готовиться. Я имею в виду, вам не нужно будет ничего вырезать, распечатывать. И подготовка, в принципе, минимальна. Вам нужно будет скачать несколько видео с YouTube, и вам нужно будет что-то касаемо цветов. То есть какие-то карточки с цветами. Вот это хорошая вещь, ее неплохо бы иметь. Если у вас нет цветного принтера или готовых карточек, вы берете лист бумаги, берете фломастеры или карандаши и делаете это. Я тоже так делаю, все нормально, все заходит. Но, конечно, вам нужны какие-то цветные карандаши или фломастеры тоже для некоторых игр. Все. Также этот план можно применить под индивидуальное занятие с ребенком. В принципе, тоже мне кажется, что с некоторыми, опять же, с некоторыми какими-то модернизациями оно зайдет. Я это все оформлю. Все видео я оставлю, все ссылки оставлю. Оформлю, наверное, в виде какого-то файла, не знаю еще куда выгружу. Придумаем. Ничего страшного. Но сейчас я хочу пройтись по всем пунктам и вообще объяснить, что мы делаем, когда, в какой последовательности, почему. Мне кажется, что когда дети приходят совсем с нуля, то их нужно научить каким-то супер базовым вещам. То есть это знакомство, hello, goodbye, вот это вот how are you. И я чуть-чуть против того, чтобы уделять этому весь урок. Потому что я знаю преподавателей, которые говорят, что первый урок – это полностью знакомство. Мы очень хорошо тренируем hello, goodbye. Мы очень хорошо тренируем, там, my name is и так далее. Я чуть-чуть против, потому что я обычно тренирую примерно эти же вещи каждый раз в начале урока. Ну, не каждый раз, конечно, но в течение, там, первого месяца, пока дети не… Пока у них это не дойдет до автоматизма, эти вопросы, мы это тренируем. Поэтому я не вижу смысла уделять этому целый урок. Мы уделяем этому только начало урока. А вот чему, я считаю, стоит уделить большое внимание, так это цветам. И там еще эти цифры прибавятся, потому что мы обсуждаем возраст. Почему цвета? Потому что цвета потом будут использоваться везде. Вообще везде, абсолютно. И когда вы проходите одежду, и когда вы проходите погоду, потому что они вам там говорят, какого цвета небо. The sky is blue, the sky is grey. Ну, хотя бы, чтобы было какое-то представление о цветах. Поэтому мне кажется, что вот на этом мы, в принципе, сконцентрируем внимание. И начать я предлагаю прям сразу с песенки Hello, How I'm, которую я скачала уже давно на ютубе и вам оставлю ссылочку. Мы смотрим эту песенку, это две минутки, мы ее смотрим. Стараемся тоже, чтобы дети как-то начали повторять. Но тоже надо понимать, что у детей немножечко ступор. Они вообще, они в новом месте, они с новым человеком. И ничего страшного, если они не будут это повторять. Хотя бы чуть-чуть их надо как-то расслабить. Вот мы смотрим эту песню. Потом мы начинаем, собственно, знакомиться. Мы спрашиваем How are you? Вот это вот Hello, все повторяем, все повторяем из песенки. Друг у друга спрашиваем все это. Тоже на это уходит примерно три минутки. Вот у вас пять минут прошло. Я планирую на 45 минут урок, если что. Потом мы вводим, конечно же, знакомство What's your name? И How old are you? Я обычно показываю этот момент на игрушке. То есть у меня есть игрушка, которая на руку надевается. Но это совершенно не важно. Вы берете любую игрушку вообще, которая у вас есть. И это здорово, если особенно с маленькими тизишками, она станет вашим постоянным другом, постоянным спутником. Почему? Потому что нужно же еще их научить не только, чтобы они отвечали на вопросы, но чтобы они не задавали вопросы. Кому они будут задавать вопросы? Вот у вот этой игрушки они будут задавать вопросы. Также это хорошо для демонстрации, чтобы не использовать русский язык. Вот я беру эту игрушку. Я говорю What's your name? И эта игрушка говорит My name's Jack. И я такая Вау. И потом начинаю What's your name? What's your name? Если они не отвечают, то можно перебрать варианты. Ай, Ю, Маша. Ай, Ю, Петя. И вот это вот у нас пошло. И тогда они все сразу поймут. Также они еще раз спрашивают игрушку, что вот что-то мы забыли. Можно им по-русски в принципе объяснить, что игрушка из Англии приехала, она по-русски не понимает и не разговаривает. Поэтому, к сожалению, ребята, нам придется спрашивать ее только на английском. И вот они за вами повторяют эти вопросы. Вот мы познакомились с ним. What's your name? Потом я сразу же ввожу How old are you? И там тоже, чтобы не использовать русский, мы используем пальцы. Там Are you five? No. Are you four? Очень здорово, когда игрушка одного возраста с детьми или на год младше, потому что тогда они чувствуют свое превосходство. Если игрушка старше, то это сразу как-то у них интересы особо отметается. Ну, вот я это заметила. Я обычно не ввожу сразу цифры One, Two, Three, чтобы они потом не пересчитывали вот так вот. Ну, когда сколько там тебе лет, чтобы они не начинали с этого One, Two, Three, Four, Five. Чтобы этого не было, мы сразу начинаем. Я же знаю примерно, какой возраст у детей. Ну, как бы вы же видите детей. Или вы спросили уже у родителей. И поэтому вы начинаете с минимального возраста ребенка. Вот у вас минимальный там в группе. Five, а максимальный seven. Вот, и вот вы учите от five до seven. И все. И больше не надо пока. Потом будет еще вот эти все One, Two, Three. Ну, и когда цвета будут, мы еще будем там считать всякие карандашики. Вот так вот. Мы познакомились. Мы с игрушкой уже познакомились. Спросили его еще раз. How are you doing? Или how are you? Пусть она нам ответит, чтобы вот еще чуть-чуть вот это закрепление было. Потом часто нам нужна зарядка. Если вы чувствуете, что зарядка сейчас не нужна, оставьте ее на после следующего активити. Но очень часто в этот момент они уже начинают как-то подуставать. Потому что, опять же, дети первый раз пришли. Мы об этом помним. Мы делаем зарядку. Хотите head, shoulders, knees and toes на видео? Пожалуйста. Хотите сами показывать? Пожалуйста, показывайте. Хотите сами показывать свою зарядку, которую вы сами придумали? Показывайте. Неважно. Зарядка это просто для того, чтобы они чуть-чуть расслабились, отвлеклись, и у них была смена активитис. Детям постоянно надо сели, встали, сели, встали. Вот мы посидели. Если мы знакомились, сидя, нам надо встать. Вот мы встали. Мы сделали зарядку. Варианты зарядки тоже будут в описании. И потом мы сели, и мы начинаем проходить цвета. У вас есть карточки уже готовые. Я ввожу обычно 6 цветов. Почему именно эти? Если они уже знают цвета, потому что дети с нуля очень часто цвета уже знают. Это суперклассно. Но все равно мы их повторяем. Вы эти карточки вытягиваете, повторяете, они за вами повторяют. Вы это делаете разными голосами. То есть вы сначала там шепотом повторили, потом как мышки повторили, потом как будто вы злые повторили. Вот это вот все. Это используется, эта методика во всех британских учебниках. Это написано в книгах для учителя. Поэтому это рабочая тема. Всем это нравится, это веселье. Если у вас есть доска, отлично. Прицепите карточки магнитиками на доску. Если у вас нет доски, оставьте их на столе на каком-нибудь видном месте. И еще раз, когда вы раскладываете их все постепенно, вы это еще раз повторили, еще примерно 2 минутки. Теперь, как вы понимаете, мы только что сидели, нам надо встать. И поэтому мы играем в игру Find something и какой-то цвет, чтобы они побегали и поискали какие-то предметы этих же цветов. Не важно, что они еще не знают эти предметы. Ничего страшного. Потом, конечно, когда вы будете играть в эту игру, в такую же игру, но уже там, когда они выучат определенный предмет, это будет еще веселее, потому что они будут не просто подбегать и тыкать, а потому что они будут подбегать, тыкать и говорить там Pencil, или что у вас там, Desk, Chair и так далее. Да, это будет круто, но сейчас тоже нормально. Пусть хотя бы просто потыкают. Потом мы опять садимся спокойно и играем в игру What's missing с карточками. У вас эти карточки есть, потом они закрывают глаза, вы одну карточку убираете, они открывают глаза и говорят вам, какой цвет пропал. Только на этом моменте я предлагаю играть в эту игру, потому что они уже эти цвета запомнили, вы их уже повторили 25 раз до этого, поэтому теперь у них как бы идет стадия продакшн, они уже могут сами вам назвать, какой цвет вы убрали, какой цвет пропал. Тоже вот с этими всеми играми еще пять минуточек у вас прошло. Дальше смотрим. Дети есть разные. Бывают дети, которые схватили все очень быстро, и вы эти вот все активити, которые я назвала, вы их прошли, а у вас еще 20 минут. Такое бывает. А бывает такое, что вам нужно повторять эти цвета столько раз и знакомиться вот этим там Hello, How are you? Делать столько раз, что на этом моменте у вас сейчас останется 5 минут. Это нормально. Вот тут смотрите, дальше идут такие опшены в активити, которые вы смотрите, исходя из конкретного времени, которое у вас остается. Всегда мы планируем чуть-чуть больше, чем скорее всего пройдет в реальной жизни. И это как бы нормально, всегда нужно иметь что-то в запасе, потому что мало ли что. Здесь можно опять, мы как бы сделали такие достаточно активные игры, они уже бегали, поэтому сейчас они, вероятно, подустали, им надо посидеть и что-то более такое спокойное сделать, и можно порисовать. Я часто делаю так, так как мы проходим цвета, и мы начинаем чуть-чуть вводить какую-то новую лексику, не для того, чтобы они ее запомнили, а для того, чтобы они ее уже начали слышать просто. Допустим, мы начинаем рисовать, у них у всех готовы тетрадочки или листочки, цветные карандаши. Вы рисуете, допустим, на доске, нет у вас доски, ничего страшного, рисуйте на листе бумаги, можно и с одним ребенком тоже. Допустим, рисуете солнышко. Особенно, если еще и на улице у вас будет сань, вообще пойдет отлично. И вы это все закрашиваете елло. Опять они повторяют елло, вы говорите it's sunny, it's sunny. The sun is yellow. Потом, let's draw some green grass. И вы когда рисуете эту green grass, они уже понимают, им не надо переводить слово grass, они и так это все поймут. Let's draw a tree. The tree is green тоже. И можно сразу, опять же, подводя к мультику, потом, которую мы будем смотреть в конце, нарисуйте грушевое дерево. It's a green tree and there are some pears. И вот мы рисуем вот эти вот pears. Некоторые pears будут red, некоторые будут yellow, другие пока нам, наверное, не нужны. Возможно, orange. Вот мы их нарисовали тоже. Все, можете домик нарисовать. Зависит от того, сколько у вас времени опять же осталось и насколько усидчивы дети, насколько они еще любят рисовать. Вы порисовали. Опять, здесь, скорее всего, у вас останется пять минут для того, чтобы посмотреть мультик. Я предлагаю посмотреть первую серию за Bumble Nums, потому что там повторяют цвета и потому что там есть груши, которые мы уже нарисовали. И им уже будет понятно, что происходит. И он мультик вообще очень легкий. И как раз для детей, которые пока еще с нуля, у них картинки, они все и так понимают, что происходит. Ссылка будет. Все нормально. Если у вас есть еще больше, чем пять минут, то есть даже не пять минут, у вас должно остаться минут семь, потому что пять минут идет мультик, а потом вам нужно все забрать и вам нужно еще повторить goodbye, всех по имени назвать, попрощаться с игрушкой, как бы вот goodbye, goodbye, еще вот это повторить. То есть если у вас осталось чуть больше, чем семь минут, осталось у вас десять минут. Отлично, мы три минутки можем поиграть в крокодичка. Только с цветами мы все встали. Вы большой крокодил. Я уже рассказывала, как играть в эту игру в какое-то видео про игры, по-моему. Но если вы его не смотрели, расскажи еще раз. Это просто хитяра среди всех моих детей, абсолютно всех. Вот все, с кем я не играла в эту игру, всем очень нравится. Вы стоите на середине какого-то пространства, вот они перед вами стоят, они говорят Hello, Mr. Crocodile, let us cross the river. И вы говорите Okay, who is wearing something red can pass. Когда мы уже прошли одежду, вы будете говорить что-то более конкретное. Red sweater, blue skirt, что-нибудь такое. Или просто, например, jeans, who is wearing jeans can pass. Здесь у нас только цвета существует, поэтому там something red. И показывайте им, что надо найти на одежде. Если они находят, то они спокойно проходят. У кого нет ничего, red, вот сейчас их крокодилы съест. Вы закрываете глаза и начинаете вот так вот, вот с такими вот движениями вашей огромной пасти бегать за ними. И, конечно же, вам нельзя их ловить, потому что это всегда неприятно. Они любят чувствовать себя победителями. Они вас отбегают, оказываются на другой стороне реки и страшно радуются, что вы их не поймали. Вот, если есть время, мы 3 минутки еще играем в крокодила, потом опять же садимся, смотрим мультик. Если у нас уже времени нет, оставьте эту игру на потом. Смотрим мультик. Смотрим мультик, потом прощаемся спокойно, помогаем им собрать все там карандашики, опять же, и вместе спокойно выходим. Все. Вы восхитительны, вы провели кучу игр, мы порисовали, мы получили цвета, мы получили знакомство. Чуть-чуть уже начали, наверное, вводить погоду с точки зрения вот с помощью вот этого вот этой Сани. На втором уроке вы уже начнете ее, скорее всего, учить более подробно, потому что вы все посмотрите в окошко и начнете описывать, что там в окошке. Но сейчас на первый урок, наверное, это не надо. Вот и все. Я все рассказала. И если вам это было полезно, если вы считаете, что это вообще такая полезная работа, то поставьте лайк, пожалуйста. Подпишитесь на канал. Может быть, вы можете отправить это видео какому-нибудь начинающему преподавателю, которому это тоже будет полезно. Мне будет очень приятно, что вы вот так оцениваете мой труд. Если вы хотите такой же подробный план первого урока для детей, которые уже второй год обучения, третий год обучения, потому что там уже понятно, на одних цветах не выйдешь, то пишите, и я сделаю такое же видео с таким же подробным планом. Вот. И пишите тоже свои комментарии, свои идеи для первого урока. Мне будет очень интересно почитать, потому что я не хочу проводить одинаковый урок каждый год. Конечно, я хочу тоже разнообразие, и я всегда ищу какие-то новые идеи. Конечно же, это только один вариант, вы сами понимаете. Все. Надеюсь, что увидимся с вами скоро в следующих видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok